Грузинские спецслужбы обратились за правовой помощью к коллегам на Украине по поводу скандальных аудиозаписей, на которых Михаил Саакашвили призывает к вооруженному противодействию властям в Тбилиси. Речь о телефонном разговоре экс-президента с руководством телеканала Рустави-2, расшифровку которого на минувшую неделю обнародовали хакеры на неком сайте, который часто называют украинским викиликс. Подтвердилось, материалы подлинные. Это признали в топ-менеджменте компании. Скандальная беседа состоялась не так давно, 19 октября. В ходе ее генеральный директор компании пожаловался на то, что может утратить контроль над каналом, если суд примет решение вернуть Рустави-2 бывшему владельцу. На что получил дружеский совет отца Акашвили оказать сопротивление. Получается, с законным постановлением противопоставить революционный сценарий с боевиками. Ну что, брат Николос, устал? Да, устал, но ничего. Ну ты поддержи коллектор. А как вы это себе представляете? Работайте по революционному сценарию. Вы должны оказать сопротивление властям при возможном захвате телекомпании. Постройте баррикады, именно забаррикадироваться и спокойно стоять несколько недель. Вы должны выстроить большие баррикады. Надо уже начать готовиться. Железки и так далее используйте. Постройте размером с тюремный забор. Затем несколько охранных пунктов поставьте. Ясно, я понял. Вы должны оказать физическое сопротивление, чтобы очень сложно было войти. Баррикады, много железных конструкций. Сейчас начинайте готовиться. Если вы сможете продержаться одну неделю, им уже сложно будет. С финансированием проблемы у нас, надеюсь, поможете. Какое финансирование? Это обычная война. Да, но элементарно нам нужно будет там что-то есть. Мы рассчитываем на неделю. Найдите боевиков, которые вас будут защищать, чтобы они смогли войти в здание, только применив оружие. Утечка этого разговора наделала много шума. Топ-менеджеры Рустави-2 были вынуждены провести специальный брифинг, чтобы дать пояснение. Но получилось похоже на невольное признание. В первую очередь Саакашвили мой друг, и я прислушиваюсь к его мнению, однако не намерен выполнять его советов. Мы боремся лишь за свободу слова. Мы не политическая партия, а телевидение. И наше дело снимать и показывать то, что происходит, а не оказывать силовое сопротивление. Теперь в Руставе-2 заявляют, что сами пойдут в суд и будут добиваться уголовного дела о незаконной прослушке. Эксперты уверены, прокуратура вполне может отреагировать, если не на саму прослушку, то на те сведения, которые в результате вскрылись. Субтитры создавал DimaTorzok